всем доброе-предоброе утро утро у нас сегодня такое же снежное но сегодня как-то подморозило так морозненько может быть минус 10 я точно не знаю на на балкон выходила так это там морозно и идет идет снег не прекращается такой правда меленький но идет снежок а у меня стирает машинка в общем так с утра снова я кое-что тут разбираю убираю по углам распихиваю и соответственно жду сегодня электрика 1 воду 2 и еще вчера муж вызвал откуда-то не знаю туризм балахны в общем замерщика на шкаф ну как замерщика что там измерять у нас размер это они стандартные ну как стандартные двести тридцать высота будет этого шкафа ну уже как бы они договорились и полтора ширина но он хотел принести образцы цвет потому что цвет один и тот же но он любой фабрике он разный вот отличается то есть ну и вот три человека должны ко мне прийти ну электрику надо наверно перезвонить потому что я и вчера звонила она где-то была на улице я запомню адрес но я вам перезвоню ну скорее всего нужно и позвонить на всякий случай а то уже забудет так у нас сегодня 12 января и все-таки я решила разрядить эту елку разобрать уже все не хочу оставлять на старый новый год никакого старого новый год мы отмечать не будем вот муж муж прикрепил звезду такую это мамина советских времен звезда у нас же макушка была но он наряжал толку вариши звезду прикрепить елочка маленькая игрушка на полно вот но елочка мне нравится вот она такая такие вот иголочки как натуральная елка вот надеюсь все уберется все наверное из этой коробки ничего особенно не наряжали в этом году рукав елку он поставил и ладно вот здесь у нас еще снегурочка есть ты все с моего детства вот эта снегурочка не она напоминает сказку снегурочка вот там мультфильм есть такой снегурочка точно такая с моего детства она все еще ей было мама она такая пластиковая но хорошая снегурочка деда мороза уже нет пластикового есть вот такой вот дедушка мороз натуральный мне именно хотелось дедушку мороза я не знаю там мамин или наш уже не помню но посоха у него нет наверное уже внук оторвал когда-то вот а то все санта клаус и санта клауса ничего своего уже не остается вот дедушка мороз натуральный наш красный нос вот такой вот тоже нужно его куда-то убрать не знаю куда вот такая вот штучка по моему из фикс прайса вот а так игрушки самые разные у меня есть и золотые и красные всегда как-то под настроение наряжая ну можешь конечно все подряд тут понавесил хоть так нарядил пока я на работе была пришла уже елка хоть стоит мишурует и вот эту и то я вешала уже потому что он просто игрушки повесил и все ну и огоньки так что вот елку елку разбираем и так девочки электрик приходила женщина марина это может быть постарше наверное меня ну короче говоря марина и отчество такое ювенальевна ювенальевна ну короче говоря вся проблема была об одной розетке который муж и делал в общем то сейчас я вам покажусь вот эта розетка которую мы хотели заклеить ну и хотел он ее сначала просто ну отсоединить отключить чтобы она была не действующей оказывается от этой розетки все здесь питается именно от этой розетки он потом сделал там клеммы все приделал все тут закрутил все у нас работало и вдруг в одно прекрасное время все это потухло в общем прервал звонок муж звонил сказал что по шкафу этот мебельщик не придет сказал что нужно ему отправить фото нашего стола какой цветные не знаю как поход там ориентироваться а вот и написать как с какой стороны шкаф и в общем то уже ну короче говоря все с этим решилась электричеством все решилось в общем я делала 10 дел я поранила себе ногу сейчас я вам покажу вот такая вот я раненая теперь палец вот у меня это доска вот моя гладильная доска она металлическая на самодельная чем она мне нравится на широкая вот эта часть широкая ну короче я на нее обиделась у мамы есть доска она такая более современная легкая и скорее всего я ее оставленными ей нужно вот здесь чехол слинить куплю чехол а эту отправлю в своя си стала двигать и вот этой вот штукой металлической я прям себе на палец здесь у меня прорезала так глубоко кровь потекла чем я давай быстрее перекисью и левыми колем намазала и забинтовала себе палец в общем потому что я миллион дел хочу сделать у меня тут электрик был и звонят мне там с работы ну куда трудовую книжку отправлять я же в другой город другой город переехали тут насчет расчета я и звонила она как бы сбросила потом сама мне перезвонит и все в одно время вот и потом я значит хочу сделать салат вынула соленые огурцы хочу сделать оливье отварила картофель там яйца в общем у меня сразу у меня загорелась миллион дел я себе поранила ногу сейчас мне нужно погладить шторы наконец-то мне повесить занавесочки тюль и шторы я уже поставила стремянку сейчас буду гладить и повешу занавески потому что это меня уже напрягает без занавесок он без этих девочек тряпочек как-то неуютно но с электричеством все решилось поэтому можно это сделать в общем вот так вот машинка снова стирает ой буду сейчас гладить повесила с горем пополам еле подобралась сначала же сюда поставила стремянку оказывается там только с одной стороны можно эти выемки то с одной стороны давай все это двигать переставлять но результат конечно вот он тюль по полу я это дело не люблю это вот тюль с утяжелителем жалко конечно будет отрезать придется отрезать потолок тоже ниже этот придется отрезать и просто подогнуть он то что по полу мне это не нравится конечно может быть так и модно но пыль собирать вот и мыть неудобно чему это все и сейчас поставлю какой-нибудь стол сюда не знаю даже уже и какой стул и табуретку чем поставлю машинку и кстати очень удобно сразу тюль вымерять и тут же подгибать на машинке я прострачиваю очень хорошо от меня вам лайфхак такой может быть кто не знал что так можно в общем то я сама раньше так не делала у мамы тогда повесил он думал и опять снимать этот тюль и так вот сделала и получилось и прям замечательно и в этот раз я так делала ставила машинку решила прям вот рядом с окном не снимая тюль сейчас я этим и займусь еще у меня сегодня такое вот каждый день в каких-то делах хотела сходить прогуляться но наверное еще воду мне не привезли кстати воду уже привезут когда сейчас куда выйти нельзя буду сейчас подгибать все девочки повесила я шторы наконец-то вот так это все смотрится классно да все таки в той квартире у нас там телевизор висела на потолке все было так и заставлено не было их видно но вот так вот они смотрятся такая фото печать белые розы вот подгибала и и тюль и шторы как тюль выглядит сейчас откроем посмотрим в общем все до до пола так подогнула со шторами одну одну половинку подогнула что-то у меня непонятно как-то где длину в общем стала подгибать у меня куда-то увело и уже обрезала шторы все таки такие но не слишком плотные поэтому ткань плотно не ложится под машинку и пришлось уже распарывать и булавочками подогнуть сначала при подкрепить чуть-чуть потом уже потом уже подшивала можно конечно было прогладить но уже не захотелось мне сюда что-то подтаскивать и проглаживать но обошлось в общем булавками прикрепила все нормально все нормально такие вот белые розы и мой цветочек так вот как в саду я буду сидеть за компьютером здесь сплошной сад в общем время половину 4 я еще не обедала только позавтракал и все пойду пойду обедать а